На выставке в гостином дворе мы встретились с Мариной Тулуповой из города Иваново, руководителем лоскутной мозаики знаменитого клуба, который известен, по-моему, на всю Россию. Летом мы с вами встречались онлайн, и вы нам рассказывали про свой проект «Русский стиль». И сегодня, насколько я понимаю, частично он здесь присутствует. Расскажите нам о нем, сколько там работ, что они из себя представляют, что такое русский стиль. С точки зрения ваших мастеров-лоскутников. Ну, немножко исправить хочу проект не совсем мой, а проект фестиваля «Душа России». То есть инициатором проекта была все-таки Римма Быбина, учредитель этого фестиваля. Я ей помогаю, я куратор этого проекта. Нашей задачей было сплотить девочек-лоскутниц, которые любят русские традиции, и в своих работках, которые размерчик 33 на 33, показать отношения к русским традициям. Ну и вот у нас получилось. На сегодняшний день 94 у меня работы. К сожалению, представить возможность 35 только на этот фестиваль, на эту нашу выставку. Но мы будем очень активно участвовать в других каких-то мероприятиях. Обязательно все покажем и приглашаем тех, кто еще не успел к нам присоединиться, присоединиться к нам в проект. А какие условия, что должен мастер сделать, чтобы войти к вам в проект? Вот. Сначала найти меня в соцсетях. Ну это такая организационная тема. Со мной чуть-чуть договориться, потому что все-таки что-то в большинстве своем представлено, и очень не хочется, чтобы работа повторялась. Тем много. Есть лоскутное деревенское одеяло, когда просто геометрические моменты представлены. Есть у нас промыслы разные, и игрушка, и росписи, там по дереву или еще, и даже фольклор мы представляем. Ну здесь фантазия очень большая такая, да. Поэтому со мной немножко скорректироваться нужно, а дальше, пожалуйста. Добро пожаловать в проект, если у кого-то есть желание. Вот. А Марина, скажите, пожалуйста, а есть ли какое-то классическое сочетание цветов, которое должно присутствовать во всех работах? Если иметь в виду все-таки лоскутное одеяло, то классические цвета красный, синий, ну и какой-то светлый, натуральный, да, что-то типа молочка. Надо определиться с геометрическими размерами. Все-таки у наших бабушек в приоритете были треугольники, квадраты, полоски. Кривых линий не было, поэтому, пожалуйста, в ту сторону не смотрите. Было очень праздничное восприятие цвета, яркие цвета, пестрые расцветки, гладкокрашенные редко использовались ткани. Постарайтесь ограничить себя или, наоборот, фантазию свою на такую степень развернуть, что не рассчитывать заранее орнаментально свой мини-квилтик. Все-таки интуитивно мы шили. Ну, они шили, они шили, да, а мы хотим это повторить. Не надо расчерчивать конкретный орнамент, а потом его воплощать. Уж как получится, и вот как приснилось, как показалось, как захотелось, как душа захотела. Цвета, еще раз повторяю, красный, синий, светловатый. Помимо персонажей, которых можно использовать, я вижу, что есть работы, которые напоминают классические русские росписи. Там, кжель, например. Я правильно понимаю? То есть можно представить... Это очень узнаваемо, да? Росписи очень узнаваемые. Наши традиционные, там, кжель. Это, ну, и, соответственно, цвета. Каждая росписи, да, какие-то там свои цвета. Вот Анжелика Глинских воплотила свою любовь к хохломе при помощи техники свободноходовая стежка. Вон сзади там желто-красное, но, может быть, не совсем цвет, вот, ярко-желтый, чуть-чуть бы посветлее. Это мезинская роспись, орнамент из мезинской росписи. Вот. Если говорить о традиционных изображениях русских, то мы очень любили птицу яркую, декоративную. То есть вот, пожалуйста, жар птица, лошадки. Что у нас там еще? Петушки разные присутствуют, тоже какие-то декоративно придуманные птички, может быть, не совсем настоящие. Есть фольклорные какие-то праздники, их тоже можно изобразить. Вот панно с калятками, да, изобраз... Ну, в масках народ калядовал, гулял, хороводы устраивал. Можно изобразить поговорки потешки. То есть вот если брать снегиря, то у него автор, Медведева Раиса, да, любовь свою к русским потешкам, вот таким вот образом, ананас, в серединке аппликация, и написала «Снегирь прилетит, а зиме известит». Известит. Что еще? Вот Кот Баюн, Оксана Вениченко, пожалуйста, прямо тоже русская потешка какая-то, сказочка. Мы берем то, что прямо вот в глаза бросается, что это русское. То, что немножко спорит. То есть традиции, они все равно перекликаются между лоскутными шитьем, ну, кого-то другого, да, там, иноземных, скажем так, мастеров и нашими. Вот то, что вот в глаза бросается наше русское, вот это вот мы берем. Я сразу извиняюсь, можно, да, мы не все подряд берем. У нас некоторая такая традиционная дорожка, которую мы должны поддерживаться. Это безумно интересно, потому что в этом проекте как будто разворачивается наша, какая-то традиционная история, наша сказка, наша история, которая так здорово передается мастерами в тканях. Это просто потрясающе. Марин, спасибо большое. Идея отличная, воплощение замечательное. Всем мастерам, кто принимает участие, вы большие-большие молодцы. И мы будем ждать, чтобы увидеть целиком этот проект. Я надеюсь, что мы летом, наверное, в Коломне увидим его. Вот. И будем наблюдать за его развитием, расширением и за вашей русской сказкой. Спасибо вам. А вы кукольники-то тоже давайте принимайте участие. Вы же не просто за нами наблюдать будете. Да, те, кто куколочками занимается. Девочки, приходите к нам. Нам нужно. Мы с вами дружим. Дорогие мои, вы слышали? Это же к нам обращаются. Дорогие кукольники, если у вас будут какие-то идеи, которые вы можете предложить, пишите Марине, и мы их обязательно рассмотрим. Давайте вместе участвовать, давайте вместе писать нашу историю, вспоминать наши традиции и не забывать про наши сказки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова